Тарифный совет Азербайджана утвердил новую систему диверсификации цен на природный газ для населения. Такое решение принято в связи с тем, что в последний год наблюдается постоянный рост цен на основные виды продовольствия по всему миру. Рост цен на энергоносители еще больше ускоряет этот процесс. В частности, наблюдается рост мировых цен на природный газ. В результате этого во многих странах тарифы на природный газ изменены, в частности, повышены коммунальные расходы. Согласно данным госнефтекомпании Сокар, потребление газа населением за последние четыре года увеличилось на 1 миллиард кубометров в год. Это, в свою очередь, привело к увеличению расходов, которые покрываются за счет средств государственного бюджета. Пересмотр цен на газ вызван необходимостью полного покрытия затрат на производство и обеспечения потребителей природным газом. Таким образом, принято решение с 1 июля 2021 года перейти с двухступенчатой на трехступенчатую тарифную систему. Изменения, как утверждает совет, не коснутся 51% абонентов или 5 миллионов человек, которые потребляют в год менее 1200 кубометров газа. Новые цены распространяются только на тех, кто превышает установленные лимиты. Стоимость одного кубометра газа для населения, которое за год не превышает 1200 кубометров, составит 10 геопигов, как раньше. Стоимость одного кубометра газа для населения, использующего за год от 1200 до 2500 кубометров, составит 20 геопигов за кубометр за потребление в этом интервале. Абоненты, потребляющие в год свыше 2500 кубометров газа, будут платить 25 геопигов за каждый кубометр, превышающий этот лимит. При этом стоит отметить, что оставшийся баланс-карт смарт-счётчиков, загруженный до 1 июля, будет списан по старым тарифам. Что касается механических счётчиков, как отметили в Азарегаз, абоненты продолжат пользоваться газом по старым тарифам до 10 июля. Это связано с техническими параметрами устройств. При этом диверсификация тарифов на газ включает в себя и другие изменения. Мы знаем, что есть понижение для транспортной сферы. Те люди, которые пользуются газом, для них понижение. А это стимулирует транспортную сферу в целом, повышает конкурентоспособность. С другой стороны, мы знаем, что понижение цен для коммунальных организаций, для зданий тоже стимулирует эту сферу. И думаю, что коммунальные услуги, сферы предпринимательские услуги, фирмы будут поощряться, этим шагом будут поощряться. А именно тариф на природный газ на газозаправочных станциях снижен с 20 до 13 дигабигов. В то же время, в целях обеспечения устойчивости функционирования системы теплоснабжения, работающей на природном газе, а также оптимизации расходов граждан страны на использование системы отопления, тариф на природный газ для открытого акционерного общества «Азерестелик Тачхизат» и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 дигабигов. Льготная тарифная система по ряду направлений остается неизменной. Тариф на природный газ для промышленного и сельскохозяйственного секторов сохранен на уровне 20 дигабигов или 12 центов. Также во избежание роста тарифов на электроэнергию, вырабатываемую с использованием природного газа, тариф на природный газ, поставляемый электростанциям, был повышен всего на 1 кипик с 12 до 13 дигабигов или 7 центов. Медина Гурбанова, СБС